Мастеринцы с уважением и почетом относятся к воинам-интернационалистам. Именно поэтому каждый год 15 февраля инициативные горожане, ветераны, их родные, близкие, друзья и просто патриоты, для которых война не пустой звук, организовывают митинги, шествия и встречи, посвященные выводу советских войск из Афганистана. У памятного знака три звезды, а затем и на торжественном вечере побывала наша съемочная группа. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается ежегодно 15 февраля. В честь этого горожане собрались у мемориала три звезды для возложения венков и цветов. Мне хочется сказать, что те 13 жизней, тысячи жизней, которые были отданы там, они, наверное, были не напрасны. Но среди нас вот именно живая легенда этой войны. Ребят, вот где-то лет 5-7 назад я вам говорил, у нас были десятки, десятки ветеранов Великой Отечественной войны. Наверное, вот символично, что мы начинаем этот митинг здесь, потому что на сегодня в нашем городе насчитывается, ну, навряд ли это уже два десятка ветеранов. И остались именно вы, те, которые испытали тяготы вот той длительной и, ну, как сказать, не сказать кровопролитной, но той длительной войны, которую вел советский народ в 79-89 году. Со своей стороны мне хочется выразить благодарность всем тем, кто исполнял свой интернациональный долг, почтить память тех, кто оттуда не вернулся. Хоть это и не праздник, но, тем не менее, с праздником днем памяти и скорби. Спасибо. Советский Союз ввел войска в Афганистан в 1979 году. За 9 лет там побывали сотни советских военнослужащих. Погибли более 15 тысяч солдат и, по разным данным, до 2 миллионов афганцев. День вывода войск из Афганистана – это и праздник ветеранов-афганцев, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. Война может начаться в любое время. Мы сами видим это, когда слушаем или читаем новости. И вот сейчас много все эти годы рассуждали, нужна ли была эта война, правильно ли это было, неправильно. Вот все эти рассуждения, они никакого утешения родителям погибшим не приносят. Не приносят они какого-то успокоения тем, кто остался в живых. Потому что солдаты, офицеры просто исполняли свой долг перед Отечеством и были верны своей присяге. И слава им за это, потому что многие из них, большинство, проявили мужество, героизм и стали примером тем ребятам, которые сейчас что-то узнают об этой войне. Как поется в одной известной песне про офицеров, что мальчишек нельзя ни обмануть, ни солгать, ни с пути им свернуть никак нельзя. И бы, конечно, вот я, как верующий человек, как священник, искренне всегда молюсь об упокоении этих солдат, которые погибли там. Хочу, чтобы память об этих воинах, которые погибли, исполняя свой служебный долг, она никогда в памяти народа не умолялась бы. И вечно им слава и упокоение. Спасибо, дорогие. С праздником. Минутой молчания почтили тех, кто не вернулся с той войны. Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на родину стало настоящим праздником. Вечер пятницы продолжился во дворце культуры имени Наймушина. Потихоньку зажили раны, стали взрослее и мудрее эти солдаты и офицеры. Но память о далекой афганской войне жива. И стереть ее события не смогут ни годы, ни расстояния. В адрес героев звучали многочисленные поздравления. Военные действия тех лет навсегда останутся частью истории России. Наши сограждане подтвердили, что в какие бы края и страны не привел к них служебный долг, они сохранят все лучшие качества и традиции, свойственные советской, а затем и российской армии. Преданность присяге, высокую гражданственность, безупречную отвагу и мужество. Многие из них не вернулись в поле сражений, а те, кто выжил, являются верными, честными и непредвзятыми хранителями памяти об афганской войне. Немало таких людей среди устилимцев. Вы нашли достойное место в жизни и за пределами воинской службы. Совершенствовали владели гражданскими профессиями, стали известными общественными деятелями, пользующимися заслуженным уважением. Искренне благодарю вас за вашу активную гражданскую позицию, за участие в патриотическом воспитании детей и молодежи. И желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья, мирного неба над головой. К моему поздравлению присоединяется общественная организация «Граница», Союз воинов-десантников России, клуб военно-морского флота «РУМ». То есть вот ребята многие подходили, говорили, вы будете говорить, обязательно поздравьте афганцев. Вот я вас от них поздравляю от себя лично, от военного комиссара Иркутской области, ну и, конечно, от вашего лидера, которого с нами сейчас нету, полковника Виноградова. В Усть-Илимске действует клуб воинов-интернационалистов «Паншер», который объединил в своих рядах всех участников «Горячих точек». Братство клуба выполняет важные задачи, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, активно участвует в общественной жизни города. За это они были награждены медалями. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, активную гражданскую позицию, способствующую становлению в городе Усть-Илимске, гражданского общества и связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана, поощрить знаком общественного признания 45-летию города Усть-Илимска, граждан города Усть-Илимска. Все предельно ясно. Долг перед Родиной выполнен с честью. И вывод советских войск из Афганистана является реальным событием, подтверждающим стойкость, мужество и их ратную доблесть. Кем были ли мы в краю далеком, пускай не судит одна Бога, на сколь нет мы грамотей. На свидание Афган, этот призначный мир, не пристало добро вспоминать тебя вроде, но о чем-то грустит в боевой команде. Мы уходим, 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 прощайте горы, вам бедней, чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, не скупишь слезы матерей. Афганская война стала самым длительным по продолжительности крупномасштабным локальным конфликтом после Великой Отечественной войны. О ней сказано и написано немало, и тем не менее, есть еще исторические факты, о которых мало кто знает.